К другим темам. В этом году в Якутии к центральному отоплению подсоединят 2000 частных домов. Начиная с 2013-го попрощаться с печкой смогли и вовсе более 4000 семей. О районах-лидерах в благоустройстве расскажет наш корреспондент Розалия Борисова. Около 1000 семей по всей республике в этом году распрощались с печным отоплением. По программе благоустройства дома подключают не только к сетям центрального теплоснабжения, но и электроотоплению. Уже на протяжении нескольких лет лидерами в этом направлении являются Амгинский, Чуропчинский, Мегинокангалаский и Вилюйский группа улусов. А вот сложнее всего программа благоустройства движется на севере республики. По словам специалистов, дома в арктических районах не оформлены, нет собственников и по этой причине не могут быть выданы технические условия на подключение. Вторая проблема – это неготовность частного дома. То есть отсутствие внутридомовой системы отопления, либо наличие внутридомовой системы отопления, но она не подходит для того, чтобы подключиться к центральному отоплению. То есть люди с печным отоплением проживали, строили, монтировали у себя внутридомовую систему отопления, которая не подходит по своим параметрам, техническим характеристикам для подключения к центральному отоплению. Но не все северные районы отстают. В двух населенных пунктах Булунского улуса подвели тепло в дома в рамках адресной материальной помощи. Такую же субсидию получили и жители одного из села Мекония. Всего с прошлого года в этих районах работы по благоустройству проведены в 55 домах. Вместе с тем активно идет работа по комплексному благоустройству. К примеру, в одном из села Намского района тепловодоснабжением обеспечен весь жилфонд. Арбинский наследник в данное время почти 100% подключен к инстинктивной отоплению. И кроме этого, в каждом доме, в каждом объекте есть вода. Поэтому в 2013 году у него был сдан портальная котельная, поэтому там было подключено где-то половина поселка. Подключены были после строительства второго котельной. Это в 2014 году Арбинский наследник почти полностью будет подключен. До конца 2016-го планируется подключить теплоснабжение еще около тысячи домов по всей республике. А в следующем году порядка 150 миллионов рублей выделят на комплексное благоустройство домов. Розалия Борисова, Владимир Павлов, Юрий Христофоров, Нергияна Романова, НВК Саха, Якутск, Намцы.